Предпоследний день 2022 года. Владимир Путин по видеосвязи показательно общается с главой КНР Синьцзиньпиньем. Хозяин Кремля надеется на дальнейшее сотрудничество и углубление взаимоотношений. Добрый день, уважаемый председатель Синьцзиньпинь, дорогой друг. Очень рад вас приветствовать и видеть. С началом войны Пекин публично возлагает вину за конфликт на США. Санкции называют незаконными и при голосовании в ООН обычно воздерживаются. Также Китай оказывает России поддержку на дипломатическом уровне. Правительстве США считают, что Китай предоставляет нелетальную военную помощь России для боевых действий в Украине. В нее входит снаряжение для весеннего наступления РФ, в частности форма и бронежилеты. На сегодняшний день Китай видит, что Россия имеет проблемы и с вооружением. Это первое. А второе, для Китая, как и для России, было неожиданностью, что западные страны объединятся между собой и будут помогать Украине. А в этой победе как раз Китай и не заинтересован. И поэтому на протяжении года он еще и всячески подпольно помогал России удерживаться в этой войне. Один из многочисленных примеров. В Приморском крае один из чиновников хвастается беспилотником Добрыня, который якобы разработало предприятие «Алмаз-Антей» всего за 4 месяца. Как говорится, аналогов нет. Режим стабилизации квадрокоптера. Весение, взлет 1 метр, машина полностью находится в автоматическом режиме. На самом деле Добрыня оказался китайским дроном iFlight Nazgul 5, который можно купить на Алиэкспрессе и других интернет-платформах. Есть коммерческая компания китайская, которая производит дроны. И они были замечены в начале войны и использовались в России. Кстати, эти дроны покупали в свое время и наши военные. Но потом китайская компания сказала, что она не будет продавать ни Украине, ни России эти дроны, чтобы не быть завязанной на войну. Но, к сожалению, в последнее время говорят о том, что эти дроны встречаются в руках российской армии. Китай наращивает свою помощь России и в Белом доме обеспокоены тем, что Пекин рассматривает возможности отправки Москве летальной помощи. Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они переступили эту черту, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать. На недавней Мюнхенской конференции по безопасности представители США предупредили Китай о возможных последствиях. Мы также озабочены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны. Заглядывая вперед, любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России будут лишь вознаграждением за агрессию, продолжением убийств и последующим подрывом порядка, основанного на правилах. С началом войны в Украине были введены санкции, которые запрещают поставки в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер и радарного оборудования, которые РФ не производит, поскольку и не имеет нужных технологий. Но в реалиях эти ограничения не соблюдаются, так как импорт чипов в 2022 году вырос относительно 2021 года более чем в два раза. Аналитики с Вашингтона уверяют, что имеют неопровержимые доказательства того, что с начала полномасштабного вторжения китайский военпром сотрудничает с российским. С июня по октябрь 2022 года компания Polutechnologies осуществила несколько поставок запчастей для вертолетов М-17 авиационному заводу в Улан-Удэ. В октябре 2022 года China Tele Aviation поставила детали для радаров зенитной системы С-400 российскому военному подрядчику «Алмаз-Антей». Цепочка поставок очень сложна и осуществляется через посредников. В этих поставках замешаны не только китайские компании, а также посредники из Турции и ОАЭ. Раз американские разведки громко заговорили о том, что Китай сейчас отправляет предметы двойного назначения, значит, возможно, что и Соединенные Штаты, прежде всего, пытаются предупредить Китай от сделок, которые могут быть за спиной и в тихо. То есть они следят за этим и предупреждают Китай. Вряд ли в Пекине проигнорируют эти последние китайские предупреждения, поскольку если в Поднебесной все же не прислушиваются к ним, США легко могут обрезать доступ китайцам к своим новым технологиям.